Настойчивость руководителя комиссии по благоустройству в вопросе наведения порядка вызывает искреннее уважение. В этот раз доскональному осмотру подверглись микрорайоны Клязьма и Звягина. Несмотря на вывезенный накануне мусор, само место складирования вызвало нарекания. Если у нас это место для складирования мусора, то его надо было бы устроить, конечно. Бункер стоит, то есть у нас получается здесь несколько свалок, ограждение, чтобы не разлеталось, надо, чтобы бункер сюда. Отсыпать, установить. Такая же ситуация наблюдалась как минимум по трем адресам. И даже несмотря на присутствие комиссии, жители частного сектора вывозили свои отходы, явно не помышляя о заключении договора. И это недоработка местного управления. Да вы должны не на мусоровозящую компанию, а себе указать, что вы работаете с населением. Понимаете, по заключению договора, сколько процентов договоров заключено с населением по Глязьме? Глязь-Вазгагин – это практически где-то 40% населения из 6 тысяч населения. 60% незаключенных, ну, значит, вот вам стихийные свалки, расходы бюджета. Круг замыкается. 60% частного сектора не оплачивают услуги мусоровозящей компании, которая не справляется с таким объемом за такие деньги. И, скорее всего, уйдет из Пушкинского района. За все должно быть договор на вывоз мусора. Адрес скажите, а мы проверим. Проверьте, я вам скажу. Записывайте. Писаревская, 3, дом 26. Но Писарево – это у вас жилой фонд, а здесь у вас либо дача, либо частный дом. Ну, мусор-то вы не на Писарево привезли, где договор с управляющей компанией, а здесь платят бюджет городу за вас. Итог этому рейду, как всегда, подвела председатель комиссии Любовь Николаевна Гусева. На прошлом выездном заседании я говорила, что необходимо установить таблички, чтобы наше население видело, где заключать договор. Как осуществляется мусор, вывоз мусора, графики мусора. Но на сегодня мы это опять не увидели. То бишь, население ведется, население мы с вами тоже сегодня пообщались. Есть договор? Есть договор. Но, как всегда, он дано к квартирному дому, там, где управляющая компания заключает договор. А здесь тратятся бюджетные средства на наведение порядка. Нету разъяснительной работы с населением, которая в первую очередь должна присутствовать от начальника территории, тем самым повышая доходную часть бюджета, сокращая расходы на вывоз мусора. А оценка? Два. С плюсом. Нет, в прошлый раз тоже было с плюсом. Спасибо.